Слово, футбол применим, потому что в нашем детстве команды везде, были классы на классы и так далее. Вот вы ездите в такие футболы, может такое чудо произойти, что вдруг, случайно, вдруг, какой-то пропущенный гений обнаружен на поле, как было это в Кожаном Мечере. Знаете, вот в таком возрасте уже, наверное, трудно. А вообще ведь естественный путь, который был в советские времена. Вот я иногда, знаете, когда еще играл, приходили письма, как вот попасть куда-то там, чтобы выйдется туда. И практически рассказываешь свой опыт какой-то. А опыт этот и того времени опыт, вот, например, те же Тарханов и Романцев, которые из Красноярска, да, как-то они же все-таки шли-шли-шли. Потому что когда-то ты играешь во дворе, двор на двор, потом тебя замечают, ты играешь улицу на улицу, уже за улицу. Потом тебя замечают, и это точно так же, как в чемпионате Кожаного Мечера. И ты уже играешь за район, за область, за республику. Ну, все прошли через это, как-то же дошли до этого. Только тогда все-таки вот сама массовость, и при ЖЭКах эти команды, и там был общественник такой, который копейки каких-то получал, но ходил и там собирал этих мальчишек. А самое главное, что вот эти соревнования, они были замечены всегда. И там тоже, ну, или простая вещь, вот судит кто-то вот эти игры, да, он видит, мальчишка выделяется. Он, когда начинает судить уже команды школ, зенита, смены там, он говорит, слушайте, а там есть мальчишка там какой-то. И уже за ним пошли посмотрели, вот так вот все это естественный путь. Сегодня это уменьше. Я говорю, сегодня, к сожалению, большому, когда не встречаешься, когда бы не встречался с какими-то, вот я езжу по стране, школа там, в Элисте, предположим. И там сейчас команду второй лиги возродили Урала. Но первая фраза тренеров, они говорят, ну, разве за такие деньги можно нормально работать? Я говорю, ты что вообще? Ты работаешь только за деньги или ты работаешь, ты в футболе работаешь за то, чтобы мальчишку научить футболу? Вот эта фраза уже меня убивает, к нему интерес как тренера, понимаете, в чем дело? И вот это вот портит как-то, потому что он только энтузиасты. Или сам футболист, который рвется, хочет, который спит. Вот ситуация. Вот в Волгодовске недавно проходил турнир, там один фонд проводил моего имени, он уже 5 лет проводился. И я все время еду туда и чё-то собираю, что дома есть бутсы какие-то там, ну, если много еще, да, большие там. Майки там, какие-то призы старые там свои, беру, чтобы им подарить. Ну, куда мне, макину, чтобы возить с тобой, в конце концов. И я привез бутсы 41 размера и подарил мальчишке, которому 12 лет, как лучшему игроку, да. Потом тренер подошел и говорит, знаете, что он мне сказал, да, я буду спать теперь под подушку, буду класть, и пока буду играть в футбол и тренироваться, пока у меня нога не станет вот какой-то. Вот уже, понимаете, мне этот мальчишка мил, и как бы мне интересно уже вот с ними заниматься, с этими детьми. Вот только так, а как получается? У нас на самом деле есть пример одного, вот такой парень, который играл в прошлом году в команде из Саратова. Команда называлась «Алмаз». И вот его заметили, и в 2015 году вот он подписал один год, то есть контракт на один год с местной командой Саратовской, правда, «Динамо», но команда по мини-футболу. То есть, соответственно, он уже будет играть в этой команде как профессионал за деньги. Это как бы символ того, что начиная и не играя в команде самоорганизованной, дворовой команде, потом проучаствовав в чемпионате КФС, можно сделать в том числе и карьеру. Чем она закончится, у него не знаем, будем отслеживать, но тем не менее, это вот первый пример того, когда участник, поиграв, теперь профессионально занимается мил футболом, профессиональной командой Саратовской. Дальше.